Вы что-нибудь хотите порассуждать о Боге, о вечности, о душе своей, как жить правильно? Да, хотим, ну да. Только чтобы никто плохие слова не говорил, не ругались. Хорошо, хорошо. Да. Я сразу спрошу вас, у вас такая книга дома есть, нет? Такая? Как? Библия, ну, Библия есть. Не знаю. Но если вы знаете, что книга есть, тогда и нет, вы можете в храме купить. И тогда для вас откроется тайна, как мир этот был сотворен, как первый человек согрешил, и все сделали смертными. Мы знаем. А далее уже известна наша история, Новый Завет. Библия, она из двух частей, Ветхий и Новый Завет. В новом говорится о рождении Христа, как Христос взял грехи мира и умер за нас. В этом весь смысл. Если мы Христу верим, написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. За гробом другая жизнь. Это временная, коротенькая жизнь, только подготовка к той. И мы ли оправдаем себя, или нет. Оправдание в крови Христа, в его жертве. Вот здесь, в этой рулетке, тут такие безобразия творят. Это люди неверующие собрались здесь. Как будто бы никогда они о Боге не слышали. Раздеты, безобразничают. Ну, давайте поговорим, как правильно жить. Что ты хотел спросить? Ну, как правильно жить? Правильно жить по Евангелию. Это одна из книг Библии. Слово Божие. Чтобы главная задача у человека – родиться свыше. Свыше родиться. Прочитаешь Евангелие от Иоанна, и там об этом говорится. И далее быть Вадимом Духом Божьим и своими прихотями. Люди мира сего живут, они даже не знают, что такое совесть. Что выгодно, то и делают. А разобраться, так и выгоды нет никакой. Никакие пьяницы, прелюбодеи, старости Божьи не наследуют. Они сразу идут в ад после смерти. Понятно. Да. Это Матфея 24-25 глава. Вы Евангелие достанете, а можете даже в интернете зарядить. Вы можете выйти на наш YouTube. У нас называется «Восвете Библии». Большой канал. Вы так много всего рассказываете. Знаете? У нас очень большой канал. 14 500 роликов. Ого. И кроме того, мы строим православную деревню с нуля. Вот мы находимся в Барнауле. Я вам говорю. Называется YouTube «Восвете Библии». «Восвете». «Игнатий Лапкин». Это моя фамилия. Если по скайпу говорить, значит, зарядите просто «Игнатий Лапкин». И вы сразу на меня выйдете. А сколько у вас подписчиков на YouTube-канале? 33 тысячи. Ого. А просмотров 32 миллиона. И чай себе. Вы можете сразу сейчас себе зарядить и выйти на меня, пока я здесь. «Восвете Библии». Мы потом найдем. Мы запомним. Ну ладно. Если какие вопросы будут, вы их запишите, чтобы потом не думать. И можем встретиться, побеседовать. Вы увидите на наш... Зайдите на YouTube. Вы увидите, какой у нас народ. Как люди одеты. Как мы в церкви стоим. Я начальник детского лагеря был. 45 лет. Вы увидите, как дети отдыхают. Взрослые. А можно, пожалуйста, спросить. А много вот таких людей отвечают, как вот мы, ну, относятся к этому хорошо? К чему? Ну, вот к тому, чтобы вот это рассказывать и к вам. Ну, как относятся? Кто относится? Каждый должен сам решить. Решить. Они спрашивают, много ли... Ну, как мы с вами обращаемся. Много ли таких людей, которые хорошо вот так с вами общаются в чат-рулетке именно здесь? Ну, как, один из тридцати примерно. А чтобы длительная беседа была, один из ста. Один процент. Людей очень мало. Тут половина голая, безобразничают, пьют, едят непрерывно. Даже так разговариваешь, он все время хлюпает и хлюпает. А вот можно вопрос спросить? Только поближе к микрофону, а то плохо будет. Можно. А как вы относитесь к ЛГБТ-сообществу? А что это такое? Ну, когда там девочка с девочкой. Они, ты хочешь сказать, лесбиянки? Да. Смертельный грех. Они достойны смерти. Та же, как мужчина. Ну, Бог сотворил человека так, чтобы люди плодились и размножались. Мужчина с женщиной был. Тебе сколько лет-то? Мне двенадцать. Тогда с тобой на эту тему пока рановато говорить. Ну, ты должен знать, что это безобразие. Содом и Гоморра. На такие темы говорить надо, чтобы у вас рядом родители были. Вы должны, девочка должна носить юбку. Не в брюках быть. Голова должна быть покрыта платком. Всегда? Всегда. Потому что ты женщина. Тебе молиться надо с покрытой головой. Так учит нас Писание. Первое послание к Коринфянам. Ну, сейчас уже такое время, что девочки в брюках всегда ходят. Это неправильно. Это мужская одежда. Слушай, мальчик в юбке ходил бы. Ну, сейчас вот почти никто из женщин в платках не ходит. Ну, нет, ходит. Ну, вот к нам, когда зайдете, вы увидите, у нас все в юбках. В штанах отдельно, чтобы ходить. Ни одной нету. Это не нужно. Это вредно. Ну, в какой-то же стране там предназначено то, что мужчины ходят в юбках. 22 глава 5 стих книгов Тарзакония говорит. На женщины не будет мужской одежды. А на мужчине женской, ибо это мерзость. То есть, это мерзавка. Вот такое имя Бог дает. Определение это никто не снимет. Это клеймо выжженное, как тавро. Мерзавка. Почему? Я так не считаю. Так, давай еще что у тебя там. Богом. Мы пришли сюда. Вот, молодцы. Это вообще здорово. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить о Христе, потому что здесь много безобразия творят. Здесь не возвятите Христа во благо. Не получится. Ну, мы уже имеем. За два с половиной месяца примерно около ста человек нашли, которые желают слушать, разговаривают. И мы выставляем ролики. Большое дело делаете. Ну, нам Господь положил это на сердце. Я вот 56 лет занимаюсь проповедованием среди разных слоев населения. В университетах, по радио, в школах, в милиции, в воинских частях. А можно вам вопрос задать? Пожалуйста. Только, чтобы не ругались. Ни одного плохого слова. Ни одного плохого слова. А Божий может отвернуться от верующего? Конечно. Если он потерпел кораблекрушение в вере, отступил от веры, грешит. А если он в жизни ни разу не грешил, а Божий забрал у него все, что есть в его жизни? Может что? Если Божий забрал у человека все, что у него было дорого ему. Жил человек по законам Божьим, не нарушавший ничего. А Божий забрал у него все, что ему дорого было. То тогда что, есть на свете Бог или нет? Так вот как раз эта книга Иова называется. Именно так и было. У него было 10 сыновей, детей. 7 сыновей, 3 дочери. Богатство было не считать. Там тысячи стада ходили. И дьявол говорит, что он не зря такой, ты его охраняешь. А потом Господь допустил, и сатана все отнял и поразил его проказой. От подошвы ноги до темени головы. И он Бог говорит, дал, Бог взял. Да будет имя его благословенно. И он вошел в историю. Да, Бог дал, Бог взял. Есть такое подошвы. Да. А когда дитя невинно, и Бог забрал это дитя невинное, одно, второе, третье, десять детей забрал невинных, пятнадцать, двадцать. Мы не можем Богу указывать, как. Это его все. Нашего ничего нет здесь. Он нам дал жизнь, а мы могли не родиться. Какой разговор? Он есть хозяин. Он есть хозяин? Он решает. Он горшечник. Он горшечник. А мы горшки. Писание так называет. И он может сделать в низком употреблении, в высоком. Возвышает и унижает. Все в Господних руках. И за все надо Бога славить. За все, и даже за то, что как-то забирает души. Да, так и написано. И при том не просто, а семь раз в день ты должен славить Бога за суды его. За Майдан, за войну, за Гитлера, за Сталина, за все. За это Бога нельзя осмотреть. Можно верить только в веру. Но вы услышали, не верить в веру. А Господь говорит, верующий в меня, во Христа, имеет жизнь вечную. Верить в веру. Ну что за слова? Я живу, чтобы жить. Я живу не то, чтобы жить, а для других. Я себя отдаю другим. Для этого я живу. Для Бога надо, для Бога жить. Это первое заповедь. А второе уже для ближних. А я не для ближних. Я для посторонних. Ну раз, ближнему называется, кому ты добро делаешь. Он тебе ближний. Другой национальности, разницы нет. Там мусульманин или кто. Без разницы. Да. Но только не Богу. Потому что Бога нет. А куда он делся? Утром было сегодня. Куда делся-то? А его и не было никогда. Никуда. Его и не было никогда. Его никогда не было, главное. Творением Божьим мы окружены. Сами сотворены Богом. И видно, что по себе никак бы ни пальцы, ни глаза не... Ну понятно, понятно. А высшей расой сотворены Бога? Ну понятно, что Бога нет. Это надо быть совершенно... Эволюцией мы совершены. К сожалению. Я верующий. Ну был. Вы верите в эволюцию? В эволюцию верите? Я крещеный. Я крещеный. Ну крещеный, неверующий крещеный. Таких миллионы. Ну неужели... Неужели медуза и кит одно и то же? Комар и слон? Я потерял веру в Бога. Ну из-за того, что не верил как следует. Потерял веру. Так это что, достижение? Есть только Всевышний, но не Бог. Господь говорит, вернись, пока не поздно. Господь убеждает. Всевышний это и есть Бог. Зачем тут разделять-то? Это Бог и есть. Знаете? Бог един. Бог един, я с вами согласен. Так, вы знаете что? Зайдите на наш Ютуб, и там вы найдете все. Называется «Во свете Библии». Нет, нет. А вот уже заблокированы мозги. Это плохо. А при чем заблокированы мозги? Дело не заблокировано. Мы же сами для себя выбираем информацию, которая нам нужна. Ну понятно. Когда мы видим, что невинные люди исчезают, А те, кто грешен, ходят в Израиль, то ничего нет? Ничего нет. Тогда слушайте внимательно. Слушайте, не перебивайте. Иоанн Затауз говорит. Ты знаешь, что Бог справедлив? Да. А на земле справедливости нету? Нету. Вот отсюда вывод, что она, эта справедливость, обязательно восторжествует за гробом. Будет страшный суд Божий. Это лучшее доказательство, что будет суд. А вы откуда знаете? А из-за несправедливости? Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. А кто знает? Лермонтов был сам развратник, да, с Пушкиным. Они были развратники еще с ним. Это не важно. Главное, знал, что есть. Они об этом не могли знать, потому что они смертные были. Если бы они побывали на том свете и потом об этом опиствовали, тогда я бы согласился. Ну вот у нас в Барнауле, мы в Барнауле. Она умерла. И домашним поступила, обещая, чтобы тело забрали. И на третий день, когда ее пришли забирать, она ожила. Клавдию Стюжанина, зарядите. Вот смотрите, вы пропагандируете веру христианскую, да? Мы не пропагандируем, мы свидетельствуем, что близко пришествие Христа. Христос умер за нас, любовь свою оказал. Вы сами не видели, вы сами лично. А мы многое не видели. Я Наполеона не видел, Цезаря не видел. Знаете, есть одна такая хорошая поговорка. Один раз увидишь, то кто раз услышит. Но нельзя требовать этого. Я никогда не видел разум человеческий. А я знаю, что он есть. Совесть не видел, но она есть. Совесть, но она есть. Ну, конечно, совесть есть. Совесть-то у человека есть, а у таракана-то нет ее. Знаете, совесть еврейское изобретение. А знаете, зачем ее придумали? Пускай покажется там, говорун-то сбоку-то у вас. Он будет сейчас ругаться. Нет, а мы не будем ругаться. Мы вообще не ругаемся. Мы не думаем о том, что... Совесть – это еврейское изобретение. И придумали его добрые люди, чтобы мусить. Без Бога человек никто. Никто. Он просто творит всякие мерзости. Суда Божий не ждет. А кто ждет Бога? Человек с Богом только тогда приобретает личность. Они говорят, совесть – это еврейское изобретение. Это Гитлер сказал. Адольф Гитлер сказал. Это Адольф Гитлер сказал так. И где он есть? Ну, что, добрее пришел. Нет, брат. Тысячелетний Рейх только 13 лет просуществовал. Один из самых умных людей за 20 столетия. А без Бога он никто. Сатана в образе человека. Он не верил в Бога. Так, ребята, если у вас будут вопросы, вы можете задавать в скайпе Игнатий Лапкин. Давайте прощаться. И все, с Богом. Ну и что, мусульманин, так что? Мусульманин – это тоже человек. И тоже умирать будет. Ему на суде Божьем все равно быть так же самое, как и нам. Тут мы одинаково понимаем. Да, мы одинаково понимаем. У вас Бог, он красавчик. Да. Слушайся, родители, никуда с плохими товарищами не знайся. У вас точно так же это говорится? Мы верим, что Христос умер за наши грехи. И поэтому людей призываем к любви, чтобы не враждовали. А примиряет нас Господь Христос. Он говорит детям, пустите детей ко мне, не препятствуйте им прийти. Он не сказал, кто ты мусульманин или кто. Всех пустите. Это Христос зовет. Простите, пожалуйста. Слава Христу. Слава. Слава Христу, слава Богу всем в этом мире. Так, если хочешь больше узнать у нас, можешь зайти на наш канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Канал. Ну, хорошо. Там много всего, что. Как мы деревню строим, как в церкви бываем, как начальники детского лагеря, дети как отдыхают. Вы можете приехать. Хорошо. «Во свете Библии» называется. «Игнатий Лапкин». Это моя фамилия. Или по скайпу зайти. Ты... Сколько тебе... Сколько лет-то тебе? Десять. Надо только с родителями, чтобы с вами были родители. Чтобы они плохо не подумали. С Богом. До свидания. С Богом до свидания. Молодец какой. Если вы сердце свое отдадите Иисусу, то у вас все получится. Жить для Бога. Вот для этого вам нужно в доме иметь вот эту книгу. Я читал ее. Ну, ее не просто читать надо. Ею жить надо. Там заповеди Божьи. О подвиге Христа, как Он умер за нас. Там все сказано. У вас получается? Да. Только мы говорим с вами, чтобы не ругались. Ни одного слова плохого. Я понимаю. Так. Мы считаем людям здесь, которые находятся, здесь нехорошее место. Тут половина голая. Голые. Мужики разделись, а показывают к блуду готовы. Больше ничего. Они разделись. Они на работу, они пришли. Показывают органы свои безобразия. А мы, вот проповедники, пришли, чтобы людям рассказать о терпении Божьем. И так будет не всегда. Господь внезапно... Батюшка, я вас перебью. Так вот, как здесь, так вся страна и живет. Так, вы, если желаете больше узнать, вы зайдите на наш сайт. Он называется Ютубе. Во свете Библии. Как называется? Во свете Библии. Библия. Во ее свете. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. И вы найдете... Ты думаешь, чтобы Библию найти, надо на сайт заходить? Что Библия? Если Библию найти, надо на сайт заходить. Нет, это у нас канал так называется. Это канал называется. Канал. У меня книжка такая есть, батюшка. Он не понимает, что канал, это видеоролики у нас. Это видеоролики. Так это же грех. А какой грех? Когда там хорошее. Как богослужение идет. Как люди трудятся. Пропаганда идет. Ну, видите, у вас как мозги запудрил вам сатана. Это доброе слово. Господь говорит, идите... Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. По велению Божьему. Да не на них будет Библии, да нет. Так. Вы сейчас будете плохие слова говорить, да? Вечер. Как у вас дела? Во имя Христа. Всегда все хорошо. Мы очень рады за вас. Потому что мы молимся, Богу доверяем. И Господь так дела управляет, как нам никогда не придумать. А что вы тут сидите? Почему сидим мы здесь? Да. Потому что это место рулетка. Мы пришли сюда, когда услышали, что тут делается, и увидели, какое безобразие. Это Содом и Гаморра. Разврат, пьянство, нетрезвые, курят. И мы пришли, чтобы людям рассказать, что за все это будет суд Божий. И грешники будут в аду мучиться, а праведники в Царстве Небесном. А вам сколько лет? А вы как думаете? Лет 70. 80. Вот. Так вы мою биографию не знаете. Если вы зайдете в книгу написанную, фильм поставлен про мою жизнь, вы еще больше удивитесь, сколько я за Христа прошел. За плечами у меня такое, что не у каждого есть. Понятно. Дай Бог вам здоровья. До свидания. Вы можете зайти на наш YouTube, называется «Восвете Библии». Это огромный материал. Там 14,5 тысяч роликов. Хорошо, мы посмотрим. Дай Бог вам здоровья. Спаси Христос. А если по скайпу говорить, зарядите Игнатий Лапкин, и вы сразу выйдете. Хорошо, дай Бог здоровья. Спаси Христос. Во славу Божию. Берегите себя. Никуда в чужие дома не заходите. Хорошо. Ни в чью машину не садитесь. Да сохранит вас Господь. Спасибо.